МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Сембекова. Сурдоперевод Марата Шумабекова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Искоренить нельзя допустить. Специальная антикоррупционная мониторинговая группа подвела итоги о проделанной работе. Талдукурган накрыла волной. В областном центре из-за ухудшения эпидситуации уже сточился карантин. В темпе Браса. В Алматинской области пройдут состязания мирового уровня на открытой воде. Последние новости о ситуации с COVID-19 в стране. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 267 человек находятся в тяжелой ситуации. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в стране выявлено 164 477 заболевших КВИ. За прошедшие сутки 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Большинство из них приходится на Павлодарскую область. Итого выздоровевших в Казахстане 150 427 человек. В Талткургане ушесточились карантинные меры. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации после новогодних праздников областной центр вошел в красную зону. По решению оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории города Талткурган введен ряд ограничений. С новым постановлением ознакомил заместитель руководителя санитарно-эпидемиологического управления города Талткурган Сакен Мельдебаев. За последние две недели в областном центре зарегистрировано 166 случаев заражения COVID-19. Показатель на 100 тысяч населения составил 1127,5. В связи с этим с 15 января вводятся ограничительные мероприятия. Так, не менее 80% работников организации с численностью сотрудников 15 и более человек должны перевестись на дистанционную работу. Школьники также остаются на онлайн-обучении. А вот детские сады будут работать в штатном режиме. Правда, требование гласит не больше 15 детей в одной группе. Обязательное требование – соблюдение санитарных норм. Впрочем, масочный режим обязателен везде. В выходные дни прекращаются работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, объектов общественного питания, кинотеатров и других. Приостановится и движение общественного транспорта. Теперь в автобусах можно ездить только в определенное время. Это с 6 до 10 часов утра. И вечернее время с 5 до 8. На некоторых улицах движение автотранспорта и вовсе окажется под запретом. По городу Талдукурган будет отцеплена улица по Ахан-Саре до Шевченко, также Курманово по Хабамбай-Батыра. Местной полицией будет отцеплено тот квадрат. Будет ограничено движение для жителей, также не специализированных машин. Будет разрешено для скорой, полицейских служб, также газовых, и для предпринимателей, которые обеспечат жизнедеятельность населения. Для остальных лиц будет запрещено проезд по данным улицам. Следует отметить, по данным на 12 января, в Алматинской области выявлено 7 730 человек с коронавирусной инфекцией. Регистрация случаев КВИ за три месяца увеличилась в 7,5 раз. Эпидситуация обострилась и в соседних Коксусском и Искельдинском районах, в списке антилидеров и Панфиловский район. Опубликован список депутатов Алматинский областной маслехат от партии Нур-Отан. 13 января решением Бюро политического совета Алматинского областного филиала партии Нур-Отан в соответствии с статьей 111.1 Конституционного закона о выборах в Республике Казахстан, а также согласно уставу партии Нур-Отан пункта 9.8 утвержден список в составе 37 кандидатов и направлен в территориальную избирательную комиссию Алматинской области для регистрации в качестве депутатов областного маслехата 7-го созыва. В целом состав фракции партии Нур-Отан в областном маслехате обновился на 79%. Средний возраст снизился до 48 лет. На практике реализовано поручение лидера партии по увеличению доли молодежи и женщин в областном маслехате. Теперь новый состав фракции Нур-Отан в областном маслехате состоит на 45,9% из женщин и молодежи до 35 лет. В основном в депутатский корпус Нур-Отан в областном маслехате вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, инфраструктуры, транспорта, предпринимателей, сельского хозяйства и других направлений. На территории Памфиловского района Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3-4 балла. Отмечается, что эпицентр находился в 292 километрах к северо-востоку от города Алматы. Очаг залегал на глубине 20 километров. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматинской области оповещены местные исполнительные органы. Департамент полиции, Касселезащита, прокуратура и другие организации. По предварительным данным в результате подземных толчков никто не пострадал. Информация о разрушениях не поступала. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении. Мы рекомендуем покинуть здание. Есть понятие автошоки. То есть после первого толчка возможно повторение толчков. Между первым и вторым толчком как минимум у вас есть 15-20 секунд для того, чтобы покинуть здание с нижних этажей. Если вы находитесь в верхних этажах здания, то необходимо занять безопасные места, такие как проемы дверей, входных, а также внутренних стен. Ни в коем случае не стойте в окон, не выходите на балконы. Жилой комплекс загорелся в поселке Бесагаш. Пожар произошел в ЖК Нурья в Толгарском районе Алматинской области. Как сообщили в ДЧС Алматинской области 12 января, в 17.57 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме. На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области – 16 сотрудников и 6 единиц техники, а также ДЧС Алматы – 10 сотрудников и 2 единицы техники. По прибытию на место вызова первых пожарных подразделений в 18.10 часов установлено, что возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Произошло возгорание утеплительного материала между двумя девятиэтажными новостроящимися незаселенными жилыми домами. Ход конем. Необычный челлендж приковал к себе внимание общественности Алматинской области. Группу всадников с государственными флагами заметили ЖТСУСцы. Ролик массово распространяется в социальных сетях и сопровождается разными комментариями. Неизвестные люди стали сообщать, что конница едет якобы из Нарнкола и Кигена. Они просят не считать шествия митинга. Заместитель Акима Алматинской области Рустам Али объяснил, что это республиканский челлендж Минэнг Туом Минэнг Отанам, который был согласован с Акиматом. Ранее подобное мероприятие прошло в СКО, и сельчане из Алматинской области решили его поддержать. Правоохранительные органы сопровождают конницу, чтобы не было ДТП. Полицейские починили сломавшуюся машину в Алматинской области в поселке Утигембатыр Ильисского района во время патрулирования по улице Шансугурова к патрульным полицейским Жандосу Халдебекову и Рауану Елюбаеву обратился водитель Лада Гранта. У мужчины подтраивал мотор, и авто глохло. Сотрудники полиции не прошли мимо и решили помочь водителю. У них в служебном автотранспорте имелись все необходимые инструменты для починки. После грамотных действий сотрудников полиции неполадки были устранены. Наша прямая задача – оберегать покой граждан. Для этого ежедневно проводится огромная работа. Помимо раскрытия преступления, наши сотрудники готовы оказать любую помощь, оказавшуюся в беде гражданину. В случае, если с вами что-то произошло, и вы не можете решить проблему самостоятельно, и не под олику есть наряд полиции, вы можете обратиться к ним за помощью. И они обязательно сделают все, что в их силах. Пьяного шутника, инсценировавшего похищение авто, задержали в Алматинской области. В отдел полиции Шамбулского района обратился 40-летний житель села Кайназар. Мужчина написал письменное заявление о том, что неизвестный угнал его автомашину Volkswagen Golf, припаркованную перед одним из магазинов. Не теряя ни минуты, стражи порядка принялись за дело. Организовав поиск угнанного авто, блюстители закона вскоре обнаружили ее, припаркованной недалеко от места угона во встречном направлении. В ней мирно спал находящийся в нетрезвом состоянии 37-летний местный житель. Протрезвев, задержанный объяснил полицейским, что решил пошутить над своим знакомым, который беспечно оставил заведенную автомашину у магазина. Теперь мужчине предстоит отвечать не только за угон, но и за пяное вождение. Данный факт зарегистрирован в РДР по сети 200-й часть 1 Уголовного кодекса Республик Казахстан. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Мужчине предстоит ответить за неудавшуюся шутку перед законом. Сейчас он находится в следственном изоляторе для выяснения подробностей произошедшего. Департамент полиции Алматинской области призывает вас быть благоразумными и не совершать неправомерные действия. За любой поступок придется отвечать. Департамент полиции Алматинской области деятельность некоторых детских садов, лекарственных складов, места отбывания наказания и многие другие на наличие коррупционных рисков. О результатах проделанной работы расскажет Рустам Аралбаев. Специальная мониторинговая группа создана в 2016 году по инициативе первого президента республики. Ее основная цель – противодействие коррупции путем общественного контроля. В 2019 году в Алматинской области она осуществляла свою деятельность при Департаменте по делам Государственной службы и противодействию коррупции. Позднее из-за реорганизации департамента на две отдельных структуры мониторинговая группа временно прекратила свою деятельность. С августа прошлого года приказом руководителя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева она возобновила свою деятельность при антикоррупционном агентстве. За отчетный период мониторинговой группой проведены проверки в сфере образования, здравоохранения, земельных отношений, строительства автодорог и других важных направлениях. Согласно приказу руководителя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, состав новой мониторинговой группы был сформирован в августе 2020 года. И за 4 месяца деятельности специальной мониторинговой группы было проведено 12 анализов, которые были переданы официально через штаб, профильные министерства для разработки наших рекомендаций, либо взятия этих рекомендаций в дальнейшее совершенствование законодательства. По некоторым рекомендациям у нас сейчас идет коммуникация. Специальная мониторинговая группа руководствуется планом по реализации антикоррупционной стратегии, утвержденной президентом Республики Казахстан Касым Жумартом Токаевым. Одним из наиболее ярких примеров важности ее работы является мониторинг аптек и складов лекарственных средств в период пандемии. Благодаря деятельности мониторинговой группы были раскрыты недочеты в хранении лекарственных средств, из-за которых возникали коррупционные риски. По данному вопросу был подготовлен подробный анализ, переданный уполномоченным структурам для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. В сфере здравоохранения нами проводился внешний мониторинг. Сферы здравоохранения, то есть непосредственно были выезды на склады, был мониторинг наличия лекарственных средств в период пандемии, также распределение гуманитарной помощи. Министерством принято во внимание наши предложения. Они принимают не просто поправки, а новые правила закупа лекарственных средств в настоящее время. Это находится все на разработке, на рассмотрении. При внесении изменений в нормативные правовые акты могут наши поправки исключить многие коррупционные риски, которые могут возникать при закупе лекарственных средств и при обслуживании медицинских изделий. По сообщениям руководителя специальной мониторинговой группы области, большая работа проведена также в местах отбывания наказания. Проведен обширный анализ этой сферы деятельности и обнаружены коррупционные риски. Одна из рекомендаций о том, что система КУИС существует по остаточному принципу. Соответственно, заработные платы сотрудников очень низкие. Основная наша рекомендация – это вывести все-таки систему ДУИС из ведомства МВД в гражданский сектор, то есть передать Министерству юстиции. Это также исключит многие коррупционные риски, потому что два заинтересованных органа – органы, ведущие следствие, и органы, обеспечивающие наказание – не должны заниматься одним и тем же. На данный момент работа специальной мониторинговой группы ведется в сфере строительства, спорта и образования. Устранение коррупционных рисков, в которых поможет оздоровить работу структур и комплексно повысить качество оказываемых государственных услуг. Наибольшее число коррупционных действий регистрируется в больницах, полиции, управлениях семейных отношений, а также государственных детских садах. Именно в этих госучреждениях население оказывается вовлеченным в коррупционной ситуации. Тем самым люди пытаются сэкономить свое время для получения какой-либо услуги. По словам представителей мониторинговой группы, занимавшейся противодействием коррупции в 2020 году, госслужащие намеренно тянут время, чтобы граждане предложили взятку. Об этом сообщили на брифинге в службе центральных коммуникаций. Противостоять коррупции, согласно исследованиям, готовы 60% населения. При этом за год доля взяток посредников между агентством и физическим лицом увеличилась на 6%. В региональном разрезе чаще с коррупцией сталкивались в таких областях, как Шамбылская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Казлардинская и Атрауская области. Заявители обращались на портал. Первое место заняла такая причина, как волокита, бездействие государственных органов, некомпетентность сотрудников. И пятерку причин завершили технические ошибки и некорректные сведения в государственных базах данных, из-за которых заявители не могли получить услуги на портале ЮГОВ, либо сдать декларации, либо были ограничены в своих финансовых счетах из-за некорректных сведений. Почти полмиллиарда долга могут списать крестьянским хозяйством, пострадавшим от недобросовестного поставщика. Два года назад 16 аграриев получили займы по программе Сабага для развития племенного животноводства. Нашли поставщика из Татарстана, отправили ему деньги, но обещанного скота так и не получили. А документы на животных оказались поддельными. Позже в МСХ приостановили выплаты по кредитам, на поставщика подали в суд, а сейчас на рассмотрение государственной комиссии выдвинули предложение о том, чтобы списать фермерам основной долг по кредитам. В Алматы сотрудники Департамента экономических расследований уничтожили тонну героина. Это происходило при координации Семереченской транспортной прокуратуры в присутствии специальной комиссии. Наркотики были изъяты в результате международной спецоперации, которую провели вместе с сотрудниками правоохранительных органов и таможенных служб Германии, России, Белоруссии, Литвы, Польши и Нидерландов. В октябре 2019 года на территорию Казахстана ввезен так называемый обработанный мрамор. При досмотре товара, отгружаемого в Нидерланды, оперативники обнаружили 2208 брикетов с героином. Преступная группа планировала осуществить транзит наркотиков из Ирана в страны Европейского Союза. Сейчас по данному делу проводится досудебное расследование. В Алматы на ручке двери забора жилого дома нашли гранату. По словам сотрудников департамента полиции, граната не боевая. Предмет, похожий на взрывчатое орудие, был обнаружен в частном секторе в Нарусбайском районе Алматы. Ее истинное происхождение и принадлежность будут установлены по результатам специальной экспертизы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Власти Ирландии приносят извинения жертвам домов матери и ребенка. Так назывались заведения, куда до конца прошлого века отправляли женщин, родивших вне брака. Накануне были опубликованы шокирующие результаты длительного расследования. В этих домах из-за ужасных условий содержания за 76 лет умерли более 9 тысяч младенцев и около 200 женщин. Причем большинство детей даже не удостоились места на кладбище. Большинство из них просто относили в подземные коллекторы канализации. В консервативном католическом обществе внебрачная беременность считалась позором не только для будущей матери, но и для всей ее родни и даже для всего прихода. Поэтому у множества женщин просто не оставалось выбора, кроме как идти в приют, где ее и ребенка считали людьми второго сорта. Из-за стигмы, рожденные в приюте долгое время хранили свою тайну, не открывая ее даже близким людям. Скандал разразился в 2014-м, когда были обнаружены архивы. Индонезийские водолазы доставили на сушу черный ящик. Расшифровка обнаруженного черного ящика самолета, разбившегося в Яванском море, займет от двух до пяти дней. Группа водолазов подняла его со дна вчера. Специалисты надеются, что второй черный ящик, записывающий переговоры экипажа, также будет вскоре найден. Напомним, 9 января самолет вылетел из Джакарты в город Пантианак, расположенный в провинции Западный Калимантан. На борту самолета находились 62 человека. Через несколько минут после взлета пассажирский лайнер упал в море в районе архипелага Серебу. Наземные службы Индонезии не получили никаких аварийных сигналов. Спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких проблем. Разбившийся бойнинг при взлете проходил через грозовый фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Воздушное судно резко снизилось на 3000 метров меньше, чем за минуту. Квинейский залив в прошлом году стал наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. В последние месяцы в этом регионе значительным образом участились нападения на нефтяные танкеры. По данным экспертов, пиратство в Гвинейском заливе – это целая индустрия, и разбойники получают доход за счет продажи оружия, контрабанды нефти и выкупов за похищенных людей. В этой зоне орудуют по меньшей мере 11 вооруженных группировок, члены которых хорошо знакомы с географией дельты Нигера. В прошлом году пираты похитили около 150 членов экипажей. По оценкам Международного бюро судоходства, на район Гвинейского залива приходится 95% всех таких похищений в мире. Впервые в Казахстане пройдет состязание мирового уровня Оушенмен Алматы Капшагай 2021. Уже в этом году Капшагай станет местом, где соберутся лучшие пловцы со всего мира. Ранее престижное первенство проходило в красивейших акваториях Италии, Малайзии, Мексики, Турции и многих других стран мира. Теперь и Казахстан станет полноценным участником праздника здорового тела и спортивного духа. На данный момент ведутся все подготовительные работы. Оушенмен – это заплывы на открытой воде. Масштабное соревнование берет свое начало с 2015 года. За пять лет старт привлек себе внимание лучших атлетов мира. Интересно состязание еще и тем, что спортсмены предлагают разные дистанции. В Казахстане таковы будет четыре. Для детей – 800 метров, а далее – без ограничений. Полторы, пять и десять километров. А для самых отчаянных в отдельную категорию выделены старты «Ультра Оушенмен» с дистанциями от 21 до 30 километров. Необходимо отметить, что принять участие может каждый желающий. Для этого не обязательно иметь спортивный разряд. Нужно только заплатить символическую сумму. Как говорят сами организаторы, для этого чемпионата нет квалификационного отбора. Однако накануне заплыва нужно будет предоставить справку от врача, подтверждающую, что ваше здоровье позволяет вам участвовать в старте. А также каждый участник может проплыть несколько дистанций по желанию. Между тем в соревновании планируют выступить пловцы Алматинской области, среди которых есть спортсмены, специализирующиеся на открытой воде и не раз становившиеся чемпионами Казахстана. Тренеры говорят, что для этой дисциплины нужен особый подход. Наша команда Алматинской области по плаванию планирует принять участие в этом старте и попробовать свои силы на открытой воде, так как мы сами специализируемся в этом плавании. Сложность этого старта заключается в том, что вода непредсказуемая, может быть холодная, может быть волны и так далее. Поэтому мы в бассейне примерно готовимся к этим условиям и делаем длинные контрольные старты, как сегодня. Сегодня мы плывем 5 километров на время. Наша команда, вся команда, мы плаваем и в бассейне, и на открытой воде. В основном на открытой воде наши дети чемпионы Казахстана. Масштабное событие, отмечают эксперты, привлечет внимание не только любителей активного отдыха, но и туристов. И если ситуация в мире стабилизируется, то организаторы ожидают порядка тысячи участников. А туристы смогут посетить и другие туробъекты Алматинской области. Добавлю, прием заявок на участие в первенстве мирового масштаба стартует уже 17 января. Зарегистрироваться можно на официальном сайте www.oceanmanopenwater.com Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА